Привет, ребята! Начинала я этот влог не накрашенная, но я буквально чуть-чуть замазывала свои какие-то неровности, а у меня их дофига стало, потому что потому и вообще когда человек стрессует, испытывает какие-то эмоции сильные, у него много чего может поменяться в организме, мне даже кажется, что у меня лицо стало какое-то пухлое, мне кажется, у меня вода из организма не уходит. Ну, короче, мне вот так вот на это все равно, мне так все равно на эти прыщи, которые у меня на лице выскочили, они, в принципе, быстро проходят, но дискомфорт доставляет. Почему я выхожу к вам не накрашенная такая вот вся, не так, как я люблю, потому что я сейчас пью кофе и поеду на фотосессию, и мне надо приехать туда не накрашенной, потому что меня будут там красить, но я решила хоть чуть-чуть, буквально, точечками замазать свои вот эти вот прыщички. Сегодня 8 июня, время летит очень быстро, даже не верится, что уже 8 день лета, которому мы так все долго ждали. Выгляжу, конечно, жесть, как будто бы я вчера бухала. Почему у меня такое пупшее лицо? Сегодня у меня великий день, сегодня у меня большие планы. На этот день сейчас у меня будет фотосессия, с 11 до 13 меня красят, потом с 13 до 15 сама фотосессия, съемка, потом я приезжаю домой. Не знаю, зачем, ну, наверное, покушать, не знаю, как он может переодеться, фиг знает. Потом в 8.30 у меня в центре я поеду в For Hair, там у меня будет уход за волосами, буду делать свой любимый счастье для волос, буду снимать тоже вам влог. Ну, короче, буду сегодня снимать влог, потому что сегодня достаточно активный день, сегодня есть что показать, что рассказать. Вот, и, ну, и просто потому что я соскучилась и давно уже ничего не снимала вам, не выходила на связь. Вот, так что приятного просмотра. Я хотела сделать сырники. Я все еще могу их начать делать. Сейчас 10.10. Встала я где-то в 9.20. По будильнику у меня было, если честно, тяжело, но я решила, что надо, чтобы не опоздать, чтобы успеть проснуться, попить кофе, туда-сюда походить. Ну, короче. Кстати, будет делать мне макияж сегодня девушка, которая меня уже как-то красила. Вот, и я помню, что когда она меня красила, мне было интересно, тогда я как раз пересмотрела Молотову, и мне было интересно посмотреть, как она там все это делает, ухаживает. Но за кисточками нет, это касается до моего лица всякими штучками нет, и она все делала идеально, просто идеально. Вот. Не знаю, мне почему-то кажется, что многие мастера делают все хорошо, просто в салонах, может быть, такое бывает, что в салонах чаще так, типа, не очень качественно выполняют работу, фиг знает. Ну, хотя, кто его знает. Ехать мне 20 минут показывает, даже 18, это хорошо, на моем районе фотосессия. У меня, в принципе, реально есть полчаса, и я могу за эти полчаса сделать сырники. И это будет хорошо, потому что потом Слава проснется с удовольствием их покушает, либо я могу ничего не делать, а просто съесть бутерброд. Тут тоже будет вкусно, приятно и наполнит меня энергией. Сегодня у меня получается такой не очень домашний день, хотя, может, вечером что-то еще дома поснимаю. После салона красоты. Я вчера ходила, отдавала фотографии на печать. Очень много выбрала, где-то 399 фотографий выбрала, это чисто со свадьбы. Но, на самом деле, там не все фотографии нам. Там есть фотографии, которые повторяются, дублируются. Я их специально сделала несколько раз, чтобы отдать там бабушкам, там папе какие-то отдать, маме. Ну, короче, вот такие, знаете. Славиным тоже бабушке, дедушке передать он просил сделать, и его маме. Ну, короче, я такой дилер фотографий со свадьбы. В общем, много сделала. Не знаю, большую часть, конечно, для нас сделала. Просто потом я посмотрю, может, еще какие-то напечатаю дополнительно. Это просто жесть. Со свадьбы прошло уже, блин, 9 месяцев, а я все никак не сделаю вот этот вот момент с фотками. У меня же есть даже красивый фотоальбом, который я заказывала перед свадьбой. И платила за него там какие-то бешеные деньги. Ну, может, не бешеные, не знаю. Но такой весь, типа, красивый, шикарный, специально такое, все под тематику свадьбы. Вот. Интересно, сколько туда, кстати, фоток помещается. Но мне почему-то кажется, что не так много. Это очень любопытно. И, в общем, сегодня надо забрать фотки. После 4 часов они будут готовы. Ну, я, наверное, их не успею забрать. Может быть, я попрошу Славу зайти за ними, если он будет дома. Потому что я буду в разъездах каких-то. Короче, пока не знаю. В общем, как день пойдет, так пойдет. Что загадывать мне уже это все. Пофиг вот эти вот планировать чего-то. Вот как будет, так и будет. Теперь можно пойти на кухню и все-таки что-то придумать. Я все-таки решила, наверное, сделать сыр на детях. Тем более, что я уже в этих делах мастер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот сырники готовы. У меня как раз есть буквально, не знаю, минуты 4, чтобы их перекусить и поехать. Так, ребят, я уже еду. Нарядилась в костюм. А еще мне написали из Fuhair. Предложили время пораньше вместо 8.30. И это супер, потому что мне 8.30, если честно, совсем неудобно. Как сказать, неудобно. В принципе, когда я закончила бы часов в 9.30, в 9.50, уже бы, наверное, не было больших пробок. Я, если честно, не знаю. Слушайте, может, мне это и удобнее было бы. Ну, короче, в общем, в любом случае я уже сказала, типа, да, давайте в 5 часов. Вот, потому что мне хочется скорее сегодня съездить по всем делам и вернуться домой. Мне кто-то написал, кстати, типа, не надоело сидеть дома. Учитывая, что я достаточно редко выхожу в сторис, редко сообщаю кому-то о своем местоположении, местонахождении, не знаю. Меня так это удивило. На самом деле, я очень редко нахожусь дома в последнее время. У меня вообще не хочется сидеть дома, потому что хорошая погода, и что сидеть дома. Ребят, приехала на макияж. И посмотрите, какой косметикой меня собирают сокрасить. Что это за тени? Ладно, шучу. На самом деле, у нас тут красота. У нас тут Диор, Томфорн. Шарлот Тилбери. Просто вы. Кали, Армани, Зеленский. В общем, знакомый вас, это Лейла, визажист. Мы с ней уже второй раз работаем. Я сейчас такая, конечно, красивая. Nice to meet you. Да. Мы просто удивились, когда кинули наш взор на соседний столик. Увидели, какая косметика там стоит. И я, честно говоря, такое... Ну вот, мы сейчас обсуждали. Я видела либо в каком-то супермаркете на Алтае. Как-то раз у меня... Я говорю, в метро. Да, либо вот в метро что-то такое обычно. Ну, как бы мы, конечно, не хотим судить, да, у кого какие возможности, но просто... Нет, но визажист, который зарабатывает денежку, он не должен работать на такой косметике. Тем более, что это же все-таки... Это вот я все вспоминаю, вот эти вот видосы, где девочки приходят на макияж и оценивают работу мастера, да, визажиста. Я просто не представляю, что если бы я пришла... В клейлочке. Да, и такой косметикой вы меня собирались красить, наверное, мне бы не понравилось, потому что... Ну, я бы испугалась. Что бы я сказала? Ну, ты что пьянная? Я, если честно, я не знаю, потому что я человек очень тактичный. Да, а как бы ты так тактично слилась? Да-да-да, я не знаю. Я бы, наверное, сказала, что, ой, у меня на эти бренды прям аллергия сильная. Хорошо, а я... То есть вот так... Визажиста, это у меня, только он ли это. Ну, я бы, наверное, сказала, что, ну, тогда, к сожалению, давайте отменим съемку, потому что, ну, правда, у меня потом будет сильная аллергия, мне придется пить лекарства. Ну, вот что-то такое, наверное. Это, конечно, было бы вранье, но... Вы будете оплачивать моего дерматолога и косметолога. Ну, да-да. Так что, Алена Погребняк, то, что показывает, да, на самом деле существует такая косметика, и... Да. Это все правда, да. Я смотрела у нее как-то, да, тоже видео. Это вообще бывает трэш. То есть многие думают, что это, ну, типа, она... Просто сходит, трэшует, типа, да? Да, нет, монтирует там все. Ну, типа, такое быть не может, чтобы, типа, 20-22, визажисты выходили к своим клиентам на съемки с таким трэшом. Ну, да, бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, я уже наряженная Вот такой вот Корсет Фотограф Саша Мы уже второй раз с ней снимаем Первый раз тоже у нас была такая дерзкая классная автосессия Тоже там какой-то корсет у нас был, да? Синий такой, синий лук был прикольный Ну там не только синий лук был, еще был черный, черное платье Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, все закончилась съемка И я сейчас поеду на Цветной бульвар В Фохейр, правда, я приеду пораньше Я написала, что давайте в 4, если у вас еще свободная кошка Потому что я буду там через 20 минут Ну, может, через 30 В 15-20 где-то вот так вот И я очень хочу кушать Я смотрю, у них там есть Бургер Кинг Неподалеку Вот, ну, может, если увижу какую-нибудь другую кафешку Еще поближе, не знаю А то, может, туда зайду Так, как бы мне так поехать, чтобы побольше вариантов на парковку было Потому что пробочка, конечно А, это что за вариант такой? Нет, не хочу Так что, ладно, поехали Короче, рассказываю Я уже приехала Я припарковалась где-то в метров, не знаю, 700-800 Короче, сначала припарковалась далеко Потому что я переживаю Думаю, вдруг рядом с местом, куда мне надо Ну, рядом с салоном Я просто помню, что там не очень много мест парковочных Но вот по этой улочке, по которой я проехала Здесь много парковочных мест Я думаю, вдруг, чем ближе туда, куда мне надо Тем меньше будет свободных мест Иду, иду пешком Иду, иду уже Думаю, ну ладно, буду гулять Чего, погода хорошая В итоге иду и понимаю, что места свободны дофига Я думаю, так И у меня вариант Либо все-таки идти дальше пешком И гулять И потом обратно идти пешком Либо все-таки вернуться за машиной Дать по газам И припаркаться В итоге я приехала Просто офигительно Вот мне буквально повернуть еще Не знаю, может, минуты 2-3 пройти И я уже в салоне Как раз тут Бургер Кинг где-то недалеко А то я думаю, блин, ну все Придется в Бургер Кинге кушать И я хотела взять еду и в машине покушать Ну, чтобы, знаете, не сидеть в кафешке Главное его найти И вообще, по времени У меня что, время-то есть на Бургер Кинг-то? Так, у меня еще 40 минут Поэтому за 40 минут надо успеть покушать Сходить, купить, покушать И пойти Так что вот Вот, видите? Видите, какая улочка? Вот оттуда вот я приехала Я там далеко где-то встала Вот, а сейчас пойду В центре Классно По поводу того, что я так тепло одеваюсь На самом деле Многие ходят в платьях И легко одеваются Но я просто не хочу простудиться Еще что-то И вообще не люблю, когда холодно Мне проще, знаете, снять пиджак Если что, чем мерзнуть Идти, потому что в теньке бывает ветер Короче, я дошла до салона И все-таки я припарковалась очень далеко Шла я очень долго И я покушала в Бургер Кинге В итоге думаю, ладно, пофиг Покушаю внутри Так что я уже пришла И как красиво выглядит здесь здание Студия красоты Похейр Наращивание волос Я второй раз приезжаю к ним Именно на Цветной бульвар Так я обычно на Тарасов-Шевченко Если что, адрес у них есть На страничке записан Так что сейчас пойдем делать Счастье для волос Я уже села Сейчас будем наносить Всякие штучки на голову Уход в счастье для волос По-моему, сейчас оно называется Абсолютное счастье для волос Я уже эту процедуру делаю На протяжении, наверное Ну, в общем, как я сняла Наращенные волосы Наращивала волосы Кстати, я тоже в салоне Фухер То есть я сюда хожу уже Я не знаю, сколько лет Реально очень много Чего тут только не делала И с блондинки в темный переходила И блонд мой мне тут чистили В общем, тут такие работы Серьезные проделывались Над моей головой Над моими волосами Я очень довольна этим салоном И вообще хожу только сюда Я думаю, что вы сами Кто следит за мной давно То вы знаете, что я прихожу сюда Только сюда Вот, поэтому Всем могу порекомендовать Кто не знает, где наращивать волосы Где делать уход за волосами И стрижки тоже я здесь делаю Всегда кончики меня здесь ровняют И прически какие-то делают Вот, так что здесь можно сделать все И покрасить волосы И нарастить Вот, и вы у меня еще очень часто спрашиваете Как так я отрастила свои волосы Что они такие длинные И понятное дело, что прошло время Но для того, чтобы отрастить их качественными Я как раз таки делала счастье для волос Здесь и эта процедура Она не усиливает рост волос Но она укрепляет кончики И таким образом Они меньше отламываются Ваша длина сохраняется Да и волосы просто становятся мягкие Шелковистые Ну, сейчас они у меня, конечно, не очень шелковистые Потому что они у меня Такие сухие сейчас немножко Из-за того, что мы накручивали И лака много на голове Вот, но сейчас мы сделаем красоту Подносим очищающий вкус И увлажняющую маску для кожи Да, я помню, у меня что-то такое вот делали Что надо сначала что-то там кожу головы очистить хорошенько Да, это первый этап называется detox Да, чтобы состав хорошо пропитывал волосы тоже В общем, тут еще кресла такие с массажем Я включила, и у меня еще и массаж делается И, в общем, одно блаженство Первый такой этап очищение Масочка, какая еще горячая А горячая это масочка тоже, да? Да Это вообще массаж головы мне сделает Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, мы нанесли всякие штучки Ну, я не знаю, как они называются Но, в общем, то, что нужно наносить, нанесли Вы видели процесс И сейчас мне с этим нужно 20 минут сидеть Все это впитается Потом, по-моему, что-то еще наносят Да, еще что-то наносят Только я не помню, в мойке Или сразу сверху сюда В общем, ладно, посмотрим Хотела вам показать, какой красивый салон Фухер на цветном бульваре Ну, у них везде красиво, на самом деле Но здесь тоже такой вообще минимализм Я так нравятся вот эти люстры Я помню, мы сюда с Кариной первый раз приходили Вот, мы тоже оценили, как здесь красиво и здорово Вот тут сижу я А вот и волосы, про которые я вам рассказывала Что здесь можно делать наращивание Где я, в принципе, и делала В общем, что классное, что можно сюда зайти Ну, лучше, наверное, записываться на консультацию Но можно прийти, выбрать волосы, посмотреть Тут есть разные длинные, короткие, детские, кудрявые, прямые В общем, что хотите Челки даже есть Голливудское наращивание Которое, кстати, я потом делала самое, мне кажется, удобное И классное голливудское наращивание Именно, потому что, конечно, капсулы тоже клево Видите, тут какие есть Есть прокрашенные, типа омбре У меня тоже, кстати, такие как раз были, когда светлые Их красили Чтобы был переход Красиво, конечно И если вы хотите просто даже Загустить немножко свои волосы То это прям офигенный вариант Голливудское наращивание Это когда вам косичку заплетают Вокруг головы И пришивают такую трессу С волосами Очень классно 68 сантиметров Волосы Смотрите, какие длинные Прикольно Тут такие были светлые, смотрю Темненькие 46 сантиметров Интересно, сколько у меня уже сантиметров волос? О, кошмар Посмотрите 90 сантиметров Кстати, люблю у них на страничке смотреть, как люди приходят, отрезают свои волосы Оставляют Вот, а еще хотела сказать, что поскольку мы дружим с этим салоном Я уже давно сюда хожу Мы договорились о том, чтобы сделать для моих подписчиков скидку Так что, если вы захотите прийти на любую услугу Будь то счастье для волос, кончики подстричь Скажите формокод BUSHMAN И вам сделают скидку 500 рублей Так, ребята, ну что же, все Мы закончили делать процедуру сейчас для волос Мы не высушили волосики Вытянули их Ну, не плойкой, а феном и расческой Вот, теперь они снова такие мягенькие, шелковистые В общем, просто благодать Вот, а еще сбоку вам прикрепляю фотки Такие раньше у меня были волосы Если вдруг вы забыли Просто я это очень хорошо помню И это также причина, по которой я с удовольствием хожу в FUHIR Потому что здесь меня действительно и спасли волосы И вылечили, и привели их в порядок И довели до такого состояния, в котором они находятся сейчас Вот, посмотрите, какие у меня были волосы Короткие, желтые, все кривые Такие, не знаю, какие разные длины И вот как мне их наращивали И еще красили В общем, да Но это было давненько А сейчас у меня свои теперь хорошенькие Так что все, мы закончили Я поехала Ребята, я просто в шоке Я нашла машину Я дошла до нее без всяких навигаторов Просто по памяти Оказывается, у меня все в порядке с головой Короче, я включила кондюр Потому что это просто невыносимо Она стояла еще на солнце В общем, жесть Охота смыть макияж Несмотря на то, что он прикольный, красивый Но он более для фотосессий А для жизни, конечно, я такое не очень Вы сами знаете, я для жизни люблю более натуральное Вот, но для фотосессий прикольный, необычно Видали? Вообще Правда реснички тоже в блесках Ну ладно Вот Лейла, которую я вам показывала, визажист Очень хорошая девочка Всем ее рекомендую тоже Обязательно увидите у меня отметку Я думаю Она такая вообще милашка Она подарила мне карандаш Мой любимый У меня постоянно спрашивают Какой у меня любимый карандаш Это мисс Тайс Она мне новый дала Поточила его Мне им губы накрасила И отдала мне его 780 оттенок Мисс Тайс Я знаю, что в Москве он продается на Дубровке Вот так он выглядит 780 оттенок Офигенный Вот сейчас он у меня на губах Держится хорошо, долго Несмотря на то, что я ела бургер Сами представляете Пила водичка В общем, все супер Так что А, и стоит он 100 рублей Ну, по крайней мере, стоил В общем, суть не в этом Суть в том, что просто Лейла милашка Потому что У меня такой карандаш Почти закончился Мой любимый Я ей говорю Вот, представляешь, закончился И надо ехать покупать Меня мама всегда учила Бьют-беги, дают-бери Ну, как бы это такая поговорка Знаете, если предлагают Чего отказываться Я говорю Да, хочу Ну, я реально хочу И, ну, реально Большое спасибо Лейла Потому что так-то Так бы мне пришлось поехать На Дубровку Самой покупать Но дело не в том, что мне жалко денег Я даже Лейле говорю Давай я тебе денежку скину За карандаш Она говорит Не надо Просто Ну, что, до Дубровки пока доедешь Хотя она не так уж и далеко от меня Все равно как-нибудь туда поеду Все равно хочется Вчера относила фотографии Я вчера выбрала 399 фотографий Чтобы мне их распечатали Отнесла в копирку Вышло, конечно, дофига 399 умножьте на 17 Одна фотка 17 рублей стоит 6783 Но у меня вышло на 14 фоток меньше Потому что в формате Хейк Или как вот этот формат Который айфон снимает Они типа не смогли перевести его Ну, короче, дофига, конечно, вышло Ну, и фоток дохрена Я даже не знаю, куда их засунуть В общем, безумно жду их скорее забрать Потрогать в руках Посмотреть их Ну, вообще, не знаю Вот это вот испытать Когда фотка у тебя в руке Охота Так что ладно Я поехала домой И не знаю Вот сейчас зашла в эту копирку Посмотреть Что там с моим заказом Говорит на 70% Готов Сейчас время, кстати, 5.40 Вот Я очень рада, что я уже сделала Все такие дела на сегодня И сейчас могу Со спокойной душой С кайфом Поехать домой Я сегодня еще очень рано встала Поэтому Едем домой Ребята, новый день Сегодня 9 июня Мы с вами закончили на вчера В общем, я приехала домой вчера Я не помню, что я делала Просто отдыхала Ночью Саша, фотограф, прислала фотки Они уже у меня есть Но я их еще пока не сохранила Потому что Я-то думала, что я вчера приеду домой После всех своих дел И пойду забирать фотографии распечатанные Но не тут-то было Оказалось, что они готовы были только сегодня Будут Ну, уже готовы, да? Будут только сегодня 9-го То есть я такая, типа Что? Мне придется ждать Я просто так хотела их вчера Но ничего страшного Они уже готовы Сейчас 14.29 Где-то час назад я их забрала Их тут много Достала альбом Который у нас для свадебных фотографий Предназначался И предназначается Я посчитала здесь На 196 фотографий Он предназначен, по-моему Если я точно посчитала Ну да, раз, два Три Четыре То есть я посчитала каждый лист И умножила на четыре Потому что в каждый лист Помещаются четыре фотки В общем, сегодня будем Расставлять Фоток много Они все красивые Очень нравятся Очень нравятся Даже не знаю, как их расставить Потому что их реально так много Из чего начать И как отсортировать Да Очень красивые Кстати, фотки получились Это получается Я глянцевые фотки заказывала Вот гляньте, как красиво Видно вам, нет? Такие прям красивые фотографии Очень много я тут сделала И вот Типа одинаковых сделала Понятное дело Все оно в альбомы не поместится Но я сделала и одинаковых Например, с папой Одну ему дам Короче, много разного всякого наделала Всяких таких классных Семот Семи Вот таких тоже надела Ну, типа, знаете Потом детям показывать Вспоминать молодость Типа, вот у нас там на свадьбе Друзья Ла-ла-ла Там Ну, знаете, такое Мне кажется, это очень классно Короче, хотелось не только наши фотки Понятное дело Запихнуть в альбом А еще и Там друзей Какие-то фотографии Родных, понятное дело Вот папа с дедушкой С дедушкой, конечно Я очень много фотографий напечатала Юля Жена папы Ну, все, короче Много разного печатала Есть даже у меня черно-белые снимки Вот мама Славы С папой Такая есть цветная Черно-белая Короче, я вообще Все печатала Вот такие Такие вот Короче, разные Вот Видно? И, типа, тут размазанные ребята А мы там четкие на фоне Короче, много всяких Классеньких фоточек Маму моей тоже фотки Братик мой двоюродный Матвей Сестричка Тетя моя Это Надя с Лешей Короче, вот Надя Она, типа, троюродная сестра Славы Очень хорошая девчонка Вообще хорошие ребята У них детишки есть тоже И мы, когда приезжаем на дачу к Славе Периодически там бывает, что видимся с ними Вместе гуляем Отдыхаем Вот, хорошие ребята Ну, короче, вот И тоже Юля Фоточка Бабушка Славы Моя бабушка Такие, знаете, всякие классные фоточки С живыми эмоциями Понятное дело Вот таких напечатали Таких Ну, короче, сейчас буду расставлять Пока не знаю, как С друзьями напечатали Вот с Камилой Фоточка У нее, кстати, сегодня день рождения В общем, не знаю Поместится ли все это Вот Фотоальбом Но, если что, купим еще дополнительно Потому что очень хочется Такую память сохранить И именно хочется и живые фотки Знаете Не только такие постановочные А всякие вот такие Типа тоже Ну, как-то не знаю Прикольно это Блин, как это все разобрать В общем, я думала, что надо Начать с наших фотографий Типа, как день проходил Так и надо начать расставлять Только как их найти Тут же столько всего Торт, понятное дело Я распечатала Помню Все, короче Брат мой двоюродный Тоже говорит Не, фотки на самом деле Очень классные получились Такие счастливые Здорово, конечно Хороший был день Ну, тут конец Типа дня Вечер такой Надо найти, где Начало Я там букет тоже Печатала У меня куча фотографий С дедушкой, с папой Они прям все повторяются Тут фотографии С дедушкой Славы тоже есть Которые повторяются Чтобы одну нам Одну дедушке С бабушкой На дачу отвезти Вот такие тоже повторяются Ну, там много разных фоток Посмотрим Может, какие-то штучки Даже мы Отдадим еще маме Славы Мама тоже Слава Печатала Две штуки Брат мой тут Ну, короче Напечатала В любом случае Потом кто-нибудь захочет Дедушки моего Тут тоже много Ну, фотки реально Очень классные получились Я не знаю Какие получились бы Они матовые Но глянцевые Как вот заказали Очень классно Как мы лесгинку танцуем Эта фотография Очень нравится Это как, знаете Вот у моего дедушки Есть же Любимая фотография Где я Короче, мама на ручках Маленькая А голова Маяк к нему тянется И вот, мне кажется У меня Ну, вот такая вот Фотография Может быть тоже любимой Типа, знаете Я целую дедушку А сзади Сидит мой муж Ну, не знаю Мне кажется, классно Ну, типа Мило Это тоже Где мы танцуем С дедушкой Понятное дело Что мне хочется Просто отдельный альбом Сделать с дедушкой Скорее всего Я так и сделаю Потому что у меня Еще есть много фотографий Которые Короче, не со свадьбы А просто из жизни Тоже не распечатаны Я их вот как раз думаю Может даже сегодня Я отнесу Потому что ждать их Оказывается Долго приходится Только вот я Что-то не могу найти Фотографии Другие Короче, ладно Надо как-то сортировать Что ли У нас Отдельно От гостей Чтобы я не знаю Даже Чем-то Чем-то Ладно, с чего бы нам начать? Я планировала, что сюда вставлю фотки с букетом-кольцом. Ну, типа, знаете, как начало. Начало такое. Но, видимо, начало у нас будет другое. Не знаю, какое. Ну, можно потом, конечно, вставить. Не знаю. Может, начнем вот с чего-то подобного. Все равно это странно. Здесь в начале должны быть другие фотки. Я не знаю, как начинать. По крайней мере, надо начать. Церемония. Чего у нас в церемонии так мало фоток? Не распечатались, значит? Именно они, наверное, и были в этом формате. Хейк. Странно. Скажу честно, странно. Славина фоток тоже мало. Зая, не у тебя, кстати, где-то вот этот джентльмен. Хотя у меня тоже есть. На жестком диске надо еще посмотреть. Короче, я чувствую, это будет очень сложное расставление фотографий. Потому что у меня явно не хватит одного альбома. Как интересно, тут еще подписывать можно. А что писать? И так все понятно. Видно же, счастливые. Так. После этого у нас идут фотки с родными. Вот тут. Да, с дедушкой, с папой у меня фотка здесь не распечаталась. Вообще бред какой-то. Допечатаем. Не, классные фотки. Мне нравится. Вот у нас очень много фотографий с друзьями и родными. Но я потом еще добавлю. Потому что... Было бы, конечно, неплохо сразу место для этого оставлять. Но если что, я заморочусь и потом еще проставлю. Потому что вначале у меня вообще другие фотки должны пойти. Не знаю, как я буду поступать. Короче, в любом случае, мне нужен еще один альбом. Но надо вспомнить, кто делал этот альбом, куда я писала. И заказать еще. Да, так здорово. Я очень рада, что есть такие фотографии и такие воспоминания со свадьбы. Так, что у нас дальше? Да, красивые фотографии, конечно. Так мы тут смеемся с Мовой. Такие счастливые фотки. Так здорово. А ну, вон, дружинский танец. Хотя он не настолько важен, как фотки другие. Но тоже прикольно, что. Вот этого мужчину поставим в альбом. Пишите в комментариях. Ну, если что, уберу потом. Ну, это же тоже память все равно. Детям будем показывать. Вот, у нас там панцы били. Посмотрите, какие. А где фотки, где тост наши родители, например, говорят? Наверное, не в другом каком-то этом были. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ребят, я заполнила альбом, но не полностью. У меня еще осталось место. И в конце я буду вначале что-то тоже менять, двигать. В общем, просто хочу вам показать, что получилось. Потому что, по-моему, получается очень классно. Тут наверняка можно что-нибудь написать. Ну да, тут или там. Типа свадьба, такое-то число, любовь. Короче, вот. Буду вам показывать, правда, возможно будет отсвечивать. Ну, получилось очень миленько. Что за нах... Зай, я это на влог записала. Ну, значит, там это везде выключилось, не только у нас с тобой. Да, потому что иначе бы у нас этот был звук переключателя. Да, 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 это не только у нас. Ну, что сейчас смотреть, уже, наверное, у всех работает. Капец. Умеешь же ей записать момент? Ливочка, поднимайся. Будешь смотреть фотки вместе с мамой. Испугалась? Испугалась? А, испугалась, говори. Давай, Зелезай. Мама, фотки смотрит со свадьбы. Смотри, какая свадьба у мамы с папой была. Хотя мы, конечно, с собой не взяли. Но там был салют, ты бы испугнилась. Вот такие фоточки красивые. Зачем облизываешь ручную работу? Вот такие вот. Вот всяких таких фоток мало. Я еще распечатаю. Ничего, малыш. Ну, дай мама фотки покажет. Вот так вот. Короче, вот эти вообще не обработанные, а вот эти обработанные фотографом. Поэтому по свету отличается. Я потом налажу, короче, все это дело. Вот, отрегулирую. Видите, вот эти более желтые. Эти более светлые. И непонятно, какие лучше. Что там, что там, лица не очень хорошо видно. Ну, вив. Вот. Такие вот фоточки. Нет, фотки классные получились. Дедушка мой любимый. Братан мой. Бабушка. Мама. Дедушка с папой. Тост, говорят. Тут дедушка меня целует. Это мы смотрим, как они тут говорят. Узнала, что это дедушка по костюму. Вот, видите? Тот же костюм. И дедушка так руки назад всегда ставил. Я тоже так любила руки ставить. И люблю. Вот такие фоточки. Такие классные фотки, конечно, вообще. Я так счастлива, что у меня есть такие фотографии и такие воспоминания. Это прям греет мне душу. С папой. Круто. Очень круто. С Вовой. С моим отчимом. Тоже классные. Очень фотки красивые получились. Вот это вообще тоже так прикольно сфоткали. У нас такой пол был дорогой, кстати. Мы за него денег отвалили. За вот эту вот дорожку, чтобы она такая отражающая была. Ну, не зря потратились. Вот этот мужик с грузинскими танцами. Мы издалека. Это мы типа танцуем лесгинку. Это мы смотрим, улыбаемся. Моя бабушка. Бабушка Славы. Классная фотка. Бабушка, дедушка Славы. Тот, говорят. Это тоже красивые такие фотографии. Дедушка Славы обнимает Славу. Со мной. Ну, они, конечно, такие, может быть, и... Ну, такие фотографии, может, и не очень. Типа, что тут, по сути, мы со спины. Но все равно живая фотография. Видно, что дедушка ко мне подошел тоже потом. Брат мой. У меня вообще с моим братом фото, где он тост говорит, вообще полно. Потому что, мне кажется, он минут 20 тост говорил. И там очень много фоткали. Но я поставила две вот такие, где он улыбается. И вот такой классный. Вообще, у меня есть еще фотка, где он мне руку целует. Но она где-то в другом месте. Надо будет тоже ее распечатать. Классная фотка. А это Слава с бабушкой танцевал. Ну, короче, у нас такая свадьба была прямо чисто семейная. Вот, ну, лучше не придумаешь, я так считаю. Такая вот фотка. Мой папа, Юля. Мой брат двоюродный. Вот он тост нам говорит. Вот тут опять папа с дедушкой. Потом обнаружил эту фотку, решила еще вставить. Юлю вставила тоже. Тут вот мама Славы, тост говорит. Но я потом еще другие найду. Потому что там было больше фоток. Где моя мама, например, тост говорит. И бабушка. И вообще таких фоток я не нашла. Видимо, они не распечатались. Такие вот фоточки. Это, получается, Матвей. Мой двоюродный брат. А это Санек. Ну, Санька вы знаете. Вот, Карина, Оск. Там дедушка мой с папой. Мама Славы. И вот фоточки. Ну, вот это все. Вот это, например, было на церемонии. А я вставила, получается, сюда. Ну, потому что как-то у меня не получилось по хронологии. Ну, я потом еще поменяю местами. Тетя моя. Вова. Это я вам показывала сестричку мою двоюродную. Вот тоже такая фоточка черно-белая. Вот. Это двоюродный брат моей мамы с дочкой. Где-то мы еще, по-моему, получше фотки были. Вот. Это мама Вовы, моего отчима. Это мой дядя. Смотри. Это Оск нам тост сказал. Карина. Карен. Прикольно. Тоже прикольная такая фотка. Классно. Сердечко показывает тоже. Здорово. Тут мама Славы с бабой своим танцует с дедушкой. Бабушка Слава. Тут мы со Славой какой-то тост. Что-то говорим такое, я уж не помню. Что-то говорили. А, вот у нас молдавские танцы начинаются. Виф, ты столько пропустила, капец. Вот. Тут, наверное, какая-то наша типа реакция, не знаю. Ну, прикольная просто фотка. Люблю такие. Вообще, у нас очень классные такие фотки. Ты чего маму целуешь, миленький мой? М-м-м. Вот. С молдавских танцев вообще фотки бомбы просто. Я неоднократно говорила, ребята, обязательно заказывайте себе на свадьбу молдавские танцы. Вот это тоже очень классная фотка такая. Живая. Смотрите, как народ танцевал. Все танцевали. Вот. Дедушка Славы, папа Славы. А это вообще днём было, по-моему. То есть, короче, вот это уже вечер. Вот эти танцы, это уже вечер. Даже за окном видно, что вечер. А это было днём, когда мальчишки фоткались. Там есть ещё, кстати, всякие классные фотки, но я их потом распечатаю. Вот. А это девчонки фоткались. Ну, тоже какая-то такая странная фотка. Не самая лучшая, но типа живая. Типа за кадром, видите, тут кто-то фоткает. Вот. А так вот это очень классная фоточка. Тут, конечно, не все мои подружки любименькие на фотке, но... Это я собираюсь бросать букет невесты. Это я его бросаю. А это... Мы смеёмся. Я уже обожаю эту фотку. Букет поймала Настя. И мы, короче, с Настей смотрим на Аркашу, на её парня. Такие, типа, а-а-а, типа, понял, да? Короче, вообще классная фотка. Тут Слава кидает эту бутоньерку, или как-то она называется. Такие тоже прикольные фоточки. Слава тоже пел на свадьбе. Надо побольше фоток найти таких. Тут мы целуемся. Очень классная фотка, мне нравится. Такая прям... Видно, как мы друг друга любим. Обнимаем так сильно. Бабушка моя. Тут мама, Слава и тетина отжигают. Тут вот Алиса обнимает Дашу. А, ещё вот это очень классная фотка. Карина с Алисой. Что-то ей палец вверх показывает. Так, а это тоже наши друзья. Лёша, Юля. Со своей дочкой. Малышкой. Вот, Лёша приехал пораньше на свадьбу, а потом Юля с дочкой подъехали. Такие молодцы вообще. С малышкой приехали. Вот, и всё. Тут уже получается типа конец. Вот, остальные фотки, видимо, в других каких-то альбомах. Ну и всё. И тут типа торт. Хотя у нас там ещё и салют, и всё. Там движуха вообще, поэтому надо будет допечатать. Но осталось не так уж и много, если честно. Осталось не так уж и много места. Но я думаю, что для того, что я хочу, чтобы поместилось, мне должно хватить. Вот. А остальные какие-то фотки можно будет просто в другие альбомы засунуть, потому что я планирую много разных фоток ещё печатать. Думаю, ещё много денег отвалю на всё это дело. Но я думаю, что это того стоит. Потому что, как показывает уже жизнь, практика, всё бывает. И компьютеры, это, конечно, здорово. Но, знаете, в один день может полететь какой-нибудь жёсткий диск, не дай бог, компьютер сломаться, и как бы всё. Поэтому реально всем рекомендую. Обязательно, обязательно собирайте, делайте альбомы, печатайте фотографии. Вот. Это самый лучший, это старый проверенный способ хранить вот так вот память в альбомах. Ну и, конечно, у нас очень красивый альбом. Кто спросит, где я его заказывала, я не помню. Мне самой надо искать, поэтому... Вот. Но это ручная работа. Ай, красивый, конечно, да. Так что вот. На этом я хочу закончить видео, ребят. Поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось видео. Ждите следующие влоги, реакции. В общем, ждите. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.